Мир совсем, вообще, все чудно, все не как у нас, все по-другому, это другой мир, свой мир, свои взаимоотношения, свои разборки у них там, у них все там, свои страсти кипят подводные, но что интересно, получается, когда я пришел к Богу, и когда Бог пришел ко мне, когда мы пришли друг к другу, когда вот это все произошло, как будто бы какая-то трансформация, какая-то операция произошла, и я могу теперь в его атмосфере находиться. Потому что невозможно увидеть человека или быть в присутствии Бога, человеку, да, увидеть человека Бога и быть живым, он просто спалится, вот, но если Бог пришел в твою жизнь, да, и ты пришел к нему, то есть вы пришли друг к другу, и друг к другу, то происходит такая удивительная трансформация, ты можешь жить в нем, и ты видишь его, и не умираешь, и ты в нем и не погибаешь. Чарльз Пельджин, английский проповедник об этом говорит, тоже примерно, ну не об этом, но примерно о том, что вот представьте, вот глина, да, и воск, вот где-то в подвале, где-то в полумраке там, в сырости бежат, и то, и другое примерно на ощупь, примерно похоже, вот, и по состоянию примерно одинаково, но стоит из этого подвала сейчас, из этого тьмы этой, на ножа, на солнцепек, вынести все это, и во что превратится, глина в камень превращается, а воск, он плавится, он тает весь, и вот то же самое, когда Бог, помните, говорит, чтобы мне не поразить земным проклятием, да, вот, не потому что Бог хочет проклясть, а потому что просто в его присутствии, если он, если он, ему камень в груди, да, если он, вроде на вид он такой мягкий, пушистый тоже, да, но внутри него безбожие, тогда если Бог приходит в его жизнь, ну, как бы, приходит вообще, да, то его сердце каменеет, как фараоново сердце, оно каменеет, вот, значит, ожесточается, а сердце верующего, наоборот, плавится от присутствия Бога, от присутствия Бога неверующий, он бывает, как камешек сразу превращается, вот, его естество, оно сразу дает о себе знать, именно каменное естество, хотя он может быть в другой, в другой среде, быть мягким, пушистым, вот, но стоит к Богу, или Богу прийти, вот, вот, в таком присутствии своем, то он окаменевает, то же самое, значит, вот, ну, на других примерах, но вот это самый хороший пример мне нравится, а верующий человек, он не только мягкий, там, вот, в обычной среде, но в присутствии Бога он вообще мягчит, он вообще плавится, он вообще тает, вообще, он просто, и вот, и поэтому, чтобы ему не придя, не поразить земли проклятием, чтобы, то есть, он может прийти во всем своем присутствии, сейчас, допустим, даже в Киев, да, вот, то, что мы называем пробуждением, это хорошо, но не всегда это бывает хорошо для всех, вот, чем дело, потому что момент истина такой, когда он приходит, если, к примеру, вот сегодня, сейчас, в это воскресенье, допустим, он придет в своем сильном присутствии сейчас в облаке славы на Киев, то, не хочу плохо говорить ни о ком, но сердца очень многих людей, большинства, они просто окаменеют, просто окаменеют, просто анемеют, окаменеют, и, ну, просто люди погибнут, в присутствии Бога они смогут находиться, вообще, даже если он придет в малой мере, не в такой могущественной, ну, а верующие, конечно, будут плавиться и будут, ну, в его любви просто ликовать и плавиться, но, вот чем дело, Бог хочет спасти всех, Бог не хочет спасти просто некоторых, Он хочет всех спасти, поэтому, Он долго терпит, написано, да, значит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Он хочет этого именно как раз, вот, пусть Господь благоставит нас, и его исход, все-таки, в том же еврейском предании рассказывается, вот, помните, я рассказывал, да, значит, о древнем предании, которое сегодня уже, как исторический факт уже считается, да, в исходе, когда, значит, треть отпала туда-сюда, за место треть отпадшей была треть привитой, привитых ветвей, и в том же предании, интересно, рассказывается другой момент, вот, когда уже море раступилось перед нами, мы прошли уже по одну морскому, яку по суху, уже прошли, уже на том берегу уже были, море сомнулось, навстречу просто, убегающим египтянам, и все потонули, кони и всадники, все потонули, вот, и коня и всадника, трупы их видели на берегу морском, и люди стали, написано, там, взяли тимпаны, стали хвалить Бога, танцевать, ликовать, вот, и в этом предании, интересно, там, говорится, что в этот момент люди увидели ангелов господних, ну, в Библии этого нет, но очень красивый, трогательный такой момент в этом же предании, что увидели ангелов господних, посланников Всевышнего, которые попросили людей радоваться, но не так активно радоваться, а почему люди удивились, сейчас же праздник, мы же вышли на свободу, и ангелы объяснили, что Бог тоже радуется сейчас за вас, как бы, и вместе с вами, но он и плачет, как? А праздник со слезами на глазах, оказывается, почему? Потому что вот эти кони и всадники, потому что все, эти трупы, этих вот людей, что вы видите, это тоже его дети, тоже о них он печалится и плачет все люди, и люди стали, там, в этом предании написано, интересно, стали и плакать, и веселиться одновременно, поэтому вот праздник со слезами на глазах, это Пасха, это праздник со слезами на глазах на самом деле, что тогда, что сейчас, потому что, с одной стороны, да, мы читаем о великом исходе, С другой стороны, какой ценой? Представляете, сколько народу погибло? В каждой семье был труп покойник. В каждой семье фактически. Независимо, еврей, не еврей. Если ты не послушался Бога и не совершил то, что Он приказал, то есть завести Агнца надо было домой, 10-го Несана завести домой, а это было на шаббат, на субботу, для многих евреев это было такое преткновение. Как так? Мы никогда... 430 лет мы уже в Египте, и никогда за все эти поколения, за все эти столетия мы никогда в субботу, в шаббат мы не работали. Даже были рабами, но даже насмотрщики и фараон прекрасно знали, что раб рабом, но шаббат по расписанию. И там уже в субботу евреи не контуют. Он тебе ни парамиду не построит, ни кирпичей не сделает ничего. То есть как бы, как Яков завещал, Авраам, Исаак, Яков, так, в принципе, сыны Якова это все соблюдали. Вот, поэтому и пониматели, и все египтяне прекрасно знали, это вопрос еще был национальной самоиндентификации. И вдруг, а 3330 лет назад, 10-й Несана как раз выпал на шаббат, на субботу. Представляете, и повеление, накануне повеление, которое Бог дал Моисею, и Моисея огласил, я думаю, у Моисея была дрожь внутренняя, я думаю, у Моисея было очень сложно так сказать, потому что это был удар как бы по, знаете, вот национальному такому самосознанию. Это последний островок свободы в сердцах людей, представляете? Они и так никто, и зовут их никак. И так они рабы, и униженные, оскорбленные. У них лишь есть последний островок свободы, это суббота, которую они, будучи рабами даже, но отвоевали. И вдруг надо это отдать, надо этим пожертвовать, представляете, последним своим. И в субботу ввести, взять ягненка или козленка, там написано, можно было козленку взять, тоже однолетнего, если нет, не было. Так вот, козленка можно было завести домой и привязать его, то есть совершить работу. Вот это да. Это одно из объяснений, почему вот многие евреи не поверили в Моисею. Может быть, до того еще и верили, вот, но здесь уже это был удар ниже пояса. Это было для многих, это было такое искушение, такое испытание. То же самое на машинах и говорили, на Христа, что он якобы субботу нарушает, хотя он не нарушал библейскую, божью субботу, а человеческие представления о субботе. То же самое здесь, вводя ягненка или козленка в свой дом и привязывая его, люди не нарушали божью субботу, просто нарушали человеческие представления об этом все. И от 14-го Ниссана надо было резать это животное. И косяки мазать. У нас здесь обычный дверной проем, да, сейчас. А в древности, значит, вот, получается, внизу, здесь, да, порог делался, и порог делался с ложбинкой такой. Это древний обычай. Археологи находят там тысячи таких порогов этих домов. Вот самое твердое дерево брали, вот в основании как раз сложили. Не только евреи, вообще, и неевреи все делали, фактически. Но у евреев это было с того времени, это было вообще как бы культовое. Значит, сам порог, таинство порога даже было такое. Во всех народах это больше или меньше было, но у евреев это стало святыней. Вот почему, допустим, на входе в дом, на пороге обычно мизузу всегда, значит, то есть это с молитвой, тексты молитв привязывали, да, или прикрепляли. Ну, одним словом, прикрепляли. Вот. И когда, значит, вот, допустим, сейчас, ну, сейчас уже мало сохранилось обычай. Раньше еще было, жених берет невесту на руки, да, и через порог ее переносит ее. Вот тоже, ну, люди не понимают, почему это, как бы, для чего это, вот, зачем. В древности это было как раз, что она не могла сама войти, надо было ее внести, да, и все, теперь она твоя собственность тоже. Если она сама зашла, то она может сама и выйти. А если ты ее внес ее, она все, она уже не может сама выйти, все. То есть, как бы, чик-чирик, она уже в доме, и все, она твоя пташка уже. Значит, вот поэтому должен занести ее, был. Вот. И в древности мазали кровью, на самом деле, вот, жертвенной. Ну, у евреев, как получилось, интересно, мазали косяки, это не просто, как вот обычно, там, даже в фильмах показывают, да, или на картинах рисуют, на иконах, там, чуть-чуть крови. Там, 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 нет. Во-первых, животное не просто слегка резали, как сейчас, вот режут, допустим, но кровь вся остается в животном. Это неправильно, забой скота. Вот мой дедушка, вот, татарский мой дедушка, Гали Ахмед, который, вот он резал очень ловко этих баранов, значит, баран еще не успевал, помнится, уже дергался, уже там, значит, его уже потрошили уже. Вот, и с него вся кровь стекала к басудину. Вот, то есть, вот, если кровь не оставалась в нем, да, в этом баране, значит, то это уже мясо было, ну, нечистое. Его можно было продать кому-то, но нельзя было татаром есть уже это мясо. То же, это уже не халяль считается. То же самое кошер, кошерная забой скота, да, настоящий рисник, вот, который убивают, значит, да, значит, он должен так резать, чтобы вся кровь была спущена с животного. И он умер именно от этого. Ни удушье, там, ни другие способы убиения недопустимы. Это вот такой вопрос. И, вот, значит, и что интересно, с козленка однолетнего посудина крови, получается, вот, значит, и с этой посудиной крови, вот, значит, то все косяки были промазаны, и в этом желатке была кровь. То есть, получается, весь полностью, все, как бы, проем, все в крови. И в желатке стояла эта кровь, эта ночь. 14-го Ниссана это все происходило, в полнолуние, вот, этого месяца Ниссан, вот, значит, и те евреи, и неевреи, что послушались Бога Авраама, Исаака, Израиля, послушались Его, послушались Творца Невой земли, они это сделали и были спасены. В их домах не было смерти первенцев, этой последней казни страшной. Но те евреи, и неевреи, что не послушались этого призыва, и не совершили этого ритуального обескабливания козленка, да, или егенка, значит, и помазания этого косяка, то кровь была на них. Тогда совершалась казнь. А Песах, Пасах, Пасха, это буквально прохождение мимо, прохождение мимо. Сегодня у нас кровь, не просто козленка и егенка, да, кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, кровь Иисуса Христа. И не стесняйся, помазывай этой кровью, знаете ли, не слегка, так чуть-чуть, раз, чуть-чуть, а помазывай этой кровью, то есть размышляй об этой крови, размышляй о крови Христа. Да, Павел Апостол говорил, значит, к верующим, к Олимпинам, что у вас немало, многие болеют, немало умирают. Почему, получается? Потому что не рассуждают о теле крови Христа. Сегодня нам всем урок, я сам учусь этому, учусь этому размышлению. И молитесь тоже за меня, я молюсь за вас, и давайте молиться друг за друга, чтобы у всех у нас было вот это откровение о теле крови Христа, о божественной крови Иисуса Христа. Потому что, знаете ли, это как, если нет этого понимания, то, ну, пиши пропало, знаете ли. Но пусть это откровение будет, и вот сегодняшнее служение, сегодняшнее причастие, Евхаристия это, хлебопринувление, пусть будет для нас таким откровением о силе крови Христа. Как в той песне поется, сила Божья чудотворная в крови Христа, сила Божья животворная в драгоценной крови Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава тебе, Господь. И благодарю Бога, также вот, за, вот, просто хлеб, казалось бы, дни опресночные закончились, но вот у меня еще вот остались эти опресночки, маца. Хлеб бедности, с одной стороны, да, есть ничего нет, мука и вода, все. И она выпекается в течение трех минут очень быстро, вот, значит, не успевает никакого там брожения, даже намека нет на брожение вообще. Это образ чистоты для верующего, это великий прообраз чистоты и святости, как говорится в Писании. И наша Пасха Христос заклан за нас. Поэтому для нас это образ как раз вот того, что сам Христос, чистый непорочный агнец, заклан за нас. И Он дал ученикам Своим хлеб, да, они уже съели все, но после вечера Иисус совершил еще, как бы, продолжение такое, удивительное продолжение. Он сказал, что ешьте вот этот хлеб, это мое тело. И чашу дал ученикам и сказал, это моя кровь, кровь нового завета, которая за вас проливается во оставление грехов. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебя, Святой, спасибо. Благодарю Тебя, Боже, за эту милость и благодатьство, благодарю Тебя за это таинство, благодарю Тебя за то, что не золотом или селебром каким-то, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного агнца, искупленными от суетной жизни. Благодарю Тебя, что Пасха свершилась и свершается, и наша Пасха это Ты Сам, Христос Иисус. Благослови, Господь, сегодня, это хлебопроломление, это причастие, благослови нас, Господь, слава Тебе. И пусть на косяках нашего разума, наших сердец, наших душ будет кровь божественная агнца Твоего, Иисуса Христа. И мы знаем, что не только грехи наши прощены, да, мы прощены кровью Христа, но и болезни, и немощи наши взяты на Голубовский крест. Боже, помоги нам это откровение принимать, и пусть оно будет реализовано в наших судьбах во имя Иисуса Христа. Ты Господь наш, Ты Бог наш, Ты Царь наш, на кого нам еще уповать? Только на Тебя, Господь, слава Тебя. Аминь. Помолимся, друзья, да, помолимся? Вместе споем, за Голубову давайте споем, за кровь. Мы Тебя благодарим за Воскресенье Твое, за Победу Твою. За Голубову, за кровь мы Тебя благодарим. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, за Голубову, за кровь мы Тебя благодарим. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, за Голубову, за кровь мы Тебя благодарим. За Воскресенье Твое, за Победу Твою, благодарим Тебя, Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. Благодарим Тебя, за Голубову, за кровь мы Тебя благодарим. За Воскресенье Тебя, за Победу Твою, за Голубову, за кровь мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим. За все мы благодарим. Слава Тебе, Господь, Боже Всемогущий, Благодарим Тебя, Господь, за все. Благо остави, Господь, сегодня, Боже, молимся Тебе. Ты, Господь, взял чашу после вечера, дал ученикам Своим. Ты взял хлеб после вечера и дал ученикам Своим. И Ты сказал, что это есть Твое тело и Твоя кровь. Тело и кровь. Новый завет. Удивительный завет. Завет в крови и теле Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за это таинство. Благодарю Тебя за то, что искуплены мы от суетной жизни, драгоценной кровью Христа, величайшей святыней. Как тогда, в древности, агнцев резали. Но, как агнец безгласен, Ты стоял перед стрягущими, перед убийцами. И Ты благоставлял своих убийц, и Ты благоставлял всех нас, Божиих верующих и неверующих. Потому что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Ты молил Отца, чтобы он не отменил греха людям. Божий Смогущий, и Твоя кровь святая была в паралитной долгове, Господь Иисус. Чтобы всякий верующий в Тебя непогиб, но имел жизнь вечную. Чтобы действительно совершался это таинство исхода, исхода нашего времени. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Божий Смогущий. Благодарю Тебя за Духа Святаго. Благодарю Тебя, Господь, за таинство всей. Благодарю Тебя, Божий Смогущий. Слава Тебе. Слава, 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 слава и хвала. Божий Смогущий, позволь сегодня нам еще глубже погрузиться в океан этой божественной Твоей любви. Погрузиться в Тебя, Господь, Божий. Как на том примере про японца, который нырнул так глубоко, что даже бомба, спалив все и вся вокруг, но он был сохранен. Боже, пусть наши души, они погрузятся в Тебя и не погружаются, и не поднимаются никогда. Боже, но в самый эпицентр Твоего сердца, Твоей любви, Господь Божественной. Божий Смогущий, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, безусловной любви Творца. Океан Божьей любви, слава Тебе, Господь. Боже, наши души, Господь, созданы для новой жизни в Тебе, Господь. Боже, и в прежнем мы уже просто задыхаемся, мы не можем прежней жить жизнью. Потому что Ты наша жизнь, Ты наша судьба. Боже, погружаемся в Тебя, Господь Божий. Погружаемся и пребываем в Тебе, а Ты в нас Слава Тебе, Господь Святой Слава Тебе, слава Тебе, величий Господь Слава Тебе, Боже всемогущий, благослови Господь Аллилуйя, аллилуйя Братья и сестры, эти красоты подводного мира Люди рассматривают И знаете, мне сейчас представился образ Я не знаю, от Бога ли это Просто мне воображение так вот подсказало Но интересно Есть исследователи, эти аквалангисты, допустим Они там могут даже с рыбками поиграть Но у них все равно лимит Вот в акваланге столько там у них запас есть Больше они при всем желании не могут там находиться Иначе погибнут просто Как бы они там рыбок не любили этих Знаете ли, как бы они не фотографировали, снимали все Им нравится там, но им пора подниматься Вот, в чем дело Или там в подводных лодках люди плавают Они могут изучать подводные миры Могут глубоко находиться Но все равно Они Для них это смертоносная Действительность Реальность Потому что их реально другая жизнь То же самое Пытаться Бога Постичь тайны Богословием Лишь Учениями Лишь Это попытка Вот как от плангиста Или потом лодки Что-то изучать Да, ты можешь много чего изучать Но ты сам там просто не можешь жить Это не твоя стихия вообще Ты все равно должен выйти на поверхность Потому что это не твое Но много христиан пытаются понять Бога Бесполезно понять Его Надо просто полюбить Его Просто влюбиться и погружиться в Него И пребывать в Нем Вот это вот самое главное Самое основное Господь Благослови нас Погружаться в Тебя Не пристану Погружаться в Тебя Божие И познавать Тебя Мы познаем Тебя А Ты познаешь нас И пусть в этом причастии Сегодня В этом хлебоприномлении Это свершится Господь Аминь Аминь Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа Благословен Ты Бог Наждавший нам Хлеб из земли И давший нам Хлеб с небес Иисуса Христа Праведника Благословен Ты Бог Наждавший нам Плод виноградной лозы И давший нам Великую небесную лозу О Великий виноградарь Слава Тебе Благослови нас Аминь Аминь Отец, спасибо Помоги, пожалуйста Сейчас мы совершим Причастие Евфористию Да И Спасибо Господь Сестры Молитесь Знаете Совершая причастие Рассуждаем О теле Крови Христа Спасибо Господь Спасибо Спасибо Тебе Святой Спасибо Боже Всемогущий Соверши Исцели Волю Тебя Боже Всемогущий Изо всех И вся Пусть Господь В тело Твое Церковь Твою Это откровение О крови И О теле Придет Боже Просто мы нуждаемся В этом Мы нуждаемся В этом Постоянно Мы нуждаемся В этом Спасибо Тебе Спасибо Святой Спасибо Праведный Бог Благодарю Благодарю Господь Иисуса Христа Благодарю За голову За кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарим Голубов За За кровь Мы Тебя Благодарим За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарим Тебя 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 Благодарим Тебя Благодарим Иисус Благодарим Благодарим О Дух Субтитры создавал DimaTorzok За победу Твою Благодарим Тебя, Отец Благодарим Тебя, Иисус Благодарим, О Дух Святой За все мы благодарим Слава Тебе, Господь! Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа Благодатью я спасен Кровью Иисуса Христа прощен Омыт от греха Исцелен Исцелен от всякой болезни и немощи Потому что Христос взял на себя Все мои страдания, все мои разочарования Все мои болезни, все мои немощи И ранами Иисуса Христа я исцелен Помоги, Боже, сегодня принять это В себя Потому что кровь Мы с Тобой одной крови Ты и я Мы с Тобой одна кровь Одна плоть Потому что Это великая тайна Господь Ты в нас А мы в Тебе Слава Тебе, Господь! Ешьте, бейте, братья и сестры Тело Христа Кровь Христа Тело Христово примите Источник бессмертного Вкусите Алилуйя 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 Аминь, Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Аминь. А вы же проведаете его силы, да, Алексей Ванчалович? Да, дома. А, дома? А, в общем. А, понял, хорошо. Все, ладно? Да, давайте, давайте. Алексей Ванчалович, если смотрите нас, то мы вас любим, благоставляем прямо сейчас. Обнимаем, целуем, благоставляем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все, хватит. Пусть Господь благоставит вас, братья и сестры. Пусть Господь благостирует вас. Брати и сестры. Спасибо.